На 80-й маршрут автобуса водитель Александр Синицын выходит в половине шестого утра. Возит жителей Волгаря в центр Самары и обратно. Еще вчера конечная остановка была в микрорайоне. Теперь автобус идет до парка дружбы народов. Нам сегодня продлили одну остановку. Утром на работу все выезжают. Там круг два днем, маленько затише. Но так ездят. Вечером все с работы возвращаются. Теперь 80-й маршрут автобуса, следующий от железнодорожного вокзала до парка дружбы народов, станет не только общественным, но и туристическим. Жители Волгаря такому повороту только рады. Пока этих жалоб на 80-й нет. Ходят по расписанию, ходят отлично. То есть я когда выхожу и вижу, что идет 80-й, я на него даже не бегу, потому что я знаю, пока я дойду до остановки, пять минут стоять придет следующий. Автоперевозчик говорит, комфорт пассажиров прежде всего. Это уже не первые изменения в маршруте. Первоначально 80-й автобус ходил от Волгаря до площади революции. На сегодняшний день маршрут обслуживает транспортное средство в количестве 12 единиц. Соответственно, сейчас мониторим ситуацию. В случае увеличения пассажира потока на данный маршрут будут добавлены еще дополнительные транспортные средства. Продление маршрута связано с официальным открытием парка «Дружба народов». Все жители города могут комфортно добраться до этого парка на 80-м автобусе. Остановка непосредственно около самого парка. И постепенно, я думаю, что этот парк станет одним из центров притяжения жителей города. Ждать 80-й автобус на остановках долго не придется. Интервал движения не более 10 минут. Приехать на экскурсию в парк «Дружба народов» можно с рассветом и уехать на закате солнца. И не торопясь изучить быт и нравы народов, живущих в Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.